Всем приветик, мои солнышки! У нас сегодня вторая часть распаковки мерча, альбомчиков. У меня тут два альбомчика и три письма. Каким-то волшебным образом одно письмо всё-таки доехало у меня сортировочного центра Львовский, и три письма ещё там у меня хранятся. Надеюсь, что они к этому времени, когда я буду снимать концовку, уже всё придёт. И я хочу начать вот с чего. Хочу начать вот с этого. Здесь уже видно, что всё открыто. На самом деле, я эту посылочку заказывала с Авито. Это был мой первый опыт покупки с Авито, потому что, на самом деле, я никогда не покупала. Я всегда продавала. И давайте, наверное, распакуем вот это, а потом перейдём к посылочке и остальным письмам. Сейчас мы его откроем. Я думаю, что уже видно всё равно, что здесь. И давайте сначала откроем, и я вам подробно покажу. Я его вскрыла ещё на почте, потому что, ну, понятное дело, я боялась, что, возможно, ничего не придёт. Но, слава богу, что всё пришло, и мне туда не наложили кирпичей. Так, здесь мне спасибо за покупку. Вот такая вот, не знаю, это даже не наклейка. Здесь, похоже, Луна. Да, наверное. Вот такие ещё штучки. Много-много всего интересненького. Вот такие наклеечки. Из аниме какого-то, похоже. И это альбомчик Lucembol. Господи, наконец-то я держу его у себя в руках. Если кто-то подписан на мой телеграм-канал, то знает то, что я начала стенить Lucembol. И первый их дебютный альбомчик, можно так сказать, Lucembol, именно как группы, у меня теперь есть. Это их первый, и эта версия мне понравилась больше всех, потому что здесь очень много бантиков. Здесь девочки просто в обалденных образах. Не знаю, такой эстетик. Не знаю, какой балет, кор, может быть. Ну, в общем-то, думаю, что вы сами всё поняли. И да, я девочек знаю ещё с группы Луна. Если кто-то не знает Луна, то, ребят, я вам рекомендую посмотреть их клипы, потому что девочки просто суперские. Я знаю Луну ещё с 2018 года. Конечно, знаю ещё участницу Чу. Она выпускала сольные треки, и сейчас она тоже соло-артист, но мы тоже сегодня распакуем её карточки, кстати. И давайте смотреть, что у меня здесь. У меня здесь вроде как бы полная комплектация, но вроде, по-моему, нету фотофильма. Так, значит, у нас здесь диск Lucembol. Ребят, послушайте их камбэк новый. Girls Night прям обалденная песня у меня на репите. И, конечно же, я заказала также их новый камбэк. Тут у меня ещё карточка идёт. А, нет, слушайте, есть плёночка? А я думала, нету. Мне ещё положили плакат. Вау! Посмотрите, какие они здесь красивые! Просто вау! Я не могу. Ему очень нравится. Это у нас Хёнджин, она моя Биаско, Виви. Это Хёнджин, Хеджу и Габон. Какие они здесь красивые! Я надеюсь, что я правильно назвала имена. Те, кто станет Lucembol, Луна, пишите мне, пожалуйста, в комментариях. Давайте вместе обсуждать картон Lucembol и так далее. Так, давайте посмотрим всё, что у нас здесь. Попосить чуть-чуть. Я вам немножечко покажу фотобук. Фотобук. Какие они здесь красивые! Да, конечно, может быть, фотобук не очень хорошего качества, но мне он безумно понравился. Вот такие они тут красивые. Я не знаю, мне очень нравится эта фотосессия. Сколько я смотрела с ними всего и вся, можно так сказать, большого контента. И девочки просто потрясающие. Если вы ещё не следите, как я сказала, эту группу, то я вам рекомендую. Они не ноунеймы в кейпопе. На их клипах достаточно хорошие просмотры. Если вдруг вы ещё не видели, то я вам рекомендую посмотреть. Возможно, из моих подписчиков никто не знает про эту группу, но я хочу вас тоже погрузить, так сказать, в мир других групп, которые тоже очень-очень талантливые и безупречные, на самом деле. Просто вы посмотрите. Фотобук не очень большой, но фотографии просто превосходные. Я не могу. Мне девочки очень нравятся, и я очень рада, что, наконец-таки, хотя бы у меня есть желание, большое желание что-то собирать. И на самом деле, могу так сказать, карты Lucembol не всегда легко достать. Но именно мне. Потому что я хоть и пособирала несколько карт, и то я покупала только всё с рук. Вот этот альбом, например, в обсуждениях не часто продают, я бы так сказала. То есть именно эту версию я не видела. Хотела ещё на Джуми купить, но на Джуми тоже было всё распродано. И на Авито я нашла два объявления. Закрытый альбом. Вот я написала и той девушке, которая его продавала. И вот такой вот альбом вскрытый, но в полной комплектации, кроме двух карт. Вот там шла только одна. Ну, у меня две карты есть. Правда, очень жду, когда они придут. Вот. И, конечно же, мне ответила девушка, которая продала мне вот этот вот фотобук. Вот. Я очень рада. Я сначала, конечно, очень-очень расприживалась, а придёт он мне или нет, а вдруг мне там какие-нибудь кирпичи наложат вместо альбома. Если вы ещё не знаете о мошенничестве на Авито, то я вам посмотреть, рекомендую ролики, где некоторые присылают вместо там телефонов, например, коробку с конфетами, либо с камнями. Да, такое тоже бывает, поэтому на Авито надо быть тоже очень аккуратными, так сказать. Но я рада, что мне всё пришло. Я безумно рада. Я очень ждала этот альбом. Вот, Сенситив, очень классная заглавка. Я рекомендую её послушать, если кто-то не слушал. Я уже, наверное, 150 рассказала, если кто-то не слушал, если кто-то их не видел. Ребят, ну, правда, мне на самом деле очень понравилась эта группа. Вот. И здесь идёт пожелание от каждой участницы. Да, немножечко он, ну, такого качества, конечно же. Надеюсь, что компания постарается хорошо делать фотобуки. Ну, и, конечно же, я заказала новый. Я его очень жду. И давайте посмотрим на стальные плюшки. У нас здесь есть вот такая плёночка, которую, я думала, мне не положат. Оказывается, положили её. Всё хорошо. Она у меня с хиджу. Вот такая вот девочка-красавица. Очень нравится. Так, и, значит, карточку мы немножко отложим. Давайте посмотрим вот это. Это стентик. Конечно, не пойму, он такой заляпанный, что ли. Понятное дело, это я заказывала у другого человека. Понятное дело, не очень в хорошем состоянии. Какие-то порезы тоже. Вот это вот я тоже не понимаю. Ну, ладно. Я им, в принципе, пользоваться не буду, но его можно вот так вот сложить. Ну, я думала, понятно. Вот так. Так, этого делать не буду пока. Так, дальше у нас идёт два листочка наклеек. Кстати, наклейки, я бы не сказала, что сильно прям качественные, но меня, в принципе, устраивают. Мне нравится задумка, типа как марочки сделаны, фотографии девочек, и ещё вот такая вот фотка. Ну, над качеством лучше бы постараться нужно было бы. И здесь как раз-таки подписи всех участниц, то есть имена, не подписи. Сенситив, заклавка. Разные знаки L'Assemble, как группы, и само название L'Assemble. Вообще, шикардос. И ещё вот такой вот билетик. Я не знаю, на что это билетик. Может быть, на космический корабль. Не знаю, может быть, на концерт. Но очень прикольная задумка. Вот. Так что да. И давайте посмотрим карточку. Она ещё у меня в протекторе, конечно, на неё очень хаосом. Да, весь какой-то протектор не такой, какой я представляла. Карточка вроде бы, надеюсь, что без эффектов. Но я тут уже вижу точечки. И это моя бяска. И джин. Но я вам так скажу, у меня эта карта заказана в шопе. Мне было всё равно главное, чтобы я приобрела наконец-таки этот фотобук. А ещё зашло с карточкой. Тем более, это мой самый любимый образ, наверное. Самая любимая фотография этой девочки прекрасная. В общем-то, прекрасная девушка. Обожаю эту милашечку. Вот такой вот альбом L'Assemble. Если кому-то он понравился, я буду очень рада, на самом деле. Если я кого-то тоже, так сказать, вдохновила собирать данную группу. Так, и давайте тогда будем смотреть вот это вот. Здесь тоже очень неожиданная, так сказать, группа. Новая для меня. Давайте открывать. Вы пока ещё ничего не видели. Вот такая красота. Так, спасибо за покупку. Давайте начнём с подарочков как раз-таки. Здесь получаются разные наклеечки, как всегда. О, такой милый котик-бутербродик. И вот такие вот карточки Бэйби Монстр. Это у нас Рами. Две карточки Рами. Или Харам. Да. Если кто не знает её имя по-корейски, Харам. А псевдоним Рами. Ну и, соответственно, меня многие спрашивали, будет ли когда-нибудь у меня распаковка на Бэйби Монстр. Я не отвечала ни разу. Но тут сейчас вы кое-что тоже увидите. И это альбом Бэйби Монстр. Версия Рами. Ой, господи, я её обожаю. Если что, мой биас в Бэйби Монстр это Рами. И, наверное, Ахён. Но если выбирать между двумя, я больше люблю Рами. Из-за её вокальной данной. Она просто великолепная девушка-вокалистка. Я обожаю её партии в Шиш, также в Лайк Дэд. Наверное, когда выпустили перформанс-видео Лайк Дэд, песни, которая, кстати, мне безумно понравилась, я очень рада, что её написал Чарли Пуд. Он сотрудничает со многими артистами, в том числе самыми популярными в Корее. Понятное дело, самыми популярными группами. И вот Лайк Дэд, это, наверное, была такой отправной точкой, чтобы я купила хоть какой-то альбом Бэйби Монстр. И я решила купить Рами. Единственное, я не поняла прикола в IG. Я когда смотрела распаковки на альбом девочек, то у них есть вот такие вот версии по мемберам, и она достаточно не очень большая, так я бы сказала. Не идёт диско. Я не поняла прикола, но, в принципе, для меня всё-таки альбом больше как бы идёт приоритет диск, потому что всё-таки музыкальный альбом, а не просто какая-то коробочка с фотобуком, картами и без диска. Ну, ладно. На самом деле, я не сказала бы, что я большой любитель стиля YG. Мне категорически не нравится их стиль. И поэтому я никогда не покупала их альбомы. Ну да, у меня есть некоторые альбомы. Например, Розе один, Блэк Пинк тоже один. И всё, больше у меня нет альбомов от YG, потому что я не люблю их стиль, как я уже сказала, но Бэйби Монстр меня... Что-то очень сильно порадовали по музыке. В музыке мне всё понравилось. Давайте сейчас всё вытащим. Так, и это всё. Если честно, не очень радует то, что коробка не особо как-то украшена, то есть просто белый и красный. Я понимаю, что это как бы цвета девочек, но всё-таки можно было что-то поинтереснее сделать. Так, где у нас карточки? Ага, всё у нас здесь. Так, у нас всё входит в фотобуки. Отложим. Давайте начнём... Ой, у нас здесь идёт... Вот это вот прикольно. Значок идёт с Монстриком Рами. Это её рисунок, наверное, её Монстрик. Вот такой вот. Можно его даже на портфельчик повесить, на сумочку, куда угодно. Единственное, мне не нравится, что вот это вот. Ну ладно. Так, ещё у нас идёт вот такой вот буклетик. Наверное, это типа всё о Рами. Я так понимаю. Да, это, наверное, её Монстрик. Её олицетворение, наверное. Вот такая штучка. Блин, мне бы очень понравилось, если бы они выпустили мерч. Вот такие вот кардхолдеры. И было бы очень классно, на самом деле. Так, ну здесь у нас, конечно же, всё про Рами. Дата рождения. То есть, наверное, её просто анкетка, так сказать. Я не смогу вам это всё прочитать. Потому что, я не знаю, корейского. Но, я думаю, я вам так провесну. Я думаю, что многие видели распаковки. Поэтому как-то каких-то подробностей на футбуке мы, я думаю, делать не будем. Вот. А, даже Ахён. Ну, прикольно. Монстр Рами. Да, это её Монстрик. Ну, кстати, прикольно. Мне чем-то напоминает, знаете, Майк Вазовский и кто-то ещё там из персонажей Корпорации Монстров. Обожают Монти, кстати. И всё. Ну, прикольная задумка. Но, опять же таки, мне бы хотелось, чтобы как-то хорошо обложку бы сделали. Ну, ладно. Так, и у нас идёт вот такой вот фотобук. Вот такая вот глянцевая фотография Рами. Вот. И здесь ещё семь. Ну, как бы их семь участниц, всё понятно. И давайте, к сожалению, будет очень неудобно это всё листать. Но я постараюсь, чтобы вам было видно. Я обожаю её. Особенно её, как бы так сказать, партии в Шиши. И, конечно же, в клипе её моменты. Обожаю просто. На ней ещё вот такое классное красное платье. Вот. Обожаю её, правда, партии. Безумно. К сожалению, я не следила. Не смотрела всякие шоу. Особенно с Бэйби Монстр. Я могу так, ребят, сказать, что... Я не могу их смотреть. У меня не получается. Вот я, кстати, раньше смотрела разные корейские шоу. Но сейчас почему-то... Не знаю. Я не могу это смотреть. У меня не получается как-то это всё досматривать. У меня нет времени какого-то, наверное. И поэтому я особо говорю. Если я не буду его смотреть, а я точно его полностью не досмотрю, значит, не буду начинать. Всё. Как бы, если я не смогу его досмотреть, значит, начинать не буду. Это, в принципе, вот так и происходит. Ну, что могу сказать? Много, очень много неполных страничек. Конечно же, этой женщине можно простить, точнее, девушке можно простить это. Но, понятное дело, я бы хотела какую-то больше разнообразную фотосессию. Да, это дебют, понятное дело. Вот, наверное, особо-то и не старались над фотобоками. Над концертами, так сказать. Да, концерт прикольный. Опять же, такой стиль YG, который я не очень люблю. Но вот девушка, которая меня очень сильно зацепила, это всё-таки Рами. Поэтому я решила, что, ну, хотя бы Рами я смогу купить. Ну, посмотрите, какая она крысовица. Многим она напоминает Розе. Мне вообще она не напоминает Розе. Это вообще совершенно другая девушка с прекрасными вокальными данными. Так же, как и с хореографией, у неё тоже всё безумно классно. Ну, посмотрите, ну, девочка просто. Я её обожаю. Вот это вот один из прикольных образов, мне кажется, у неё тоже. Не знаю, мне она очень здесь нравится. Ну, красотка. Я не знаю насчёт других альбомов Baby Monster. Может быть, буду покупать. Скорее всего, версию Рами только. Ну, может быть, и не буду. Посмотрим на их следующие работы. Потому что, например, Шиш мне очень долго заходила. Вот. Ну, понравились партии Рами с первого прослушивания. Вот. А так очень всё это муторно и было долго. Вот Рами я очень полюбила с первого взгляда, как её увидела. Так, давайте смотреть остальное, что у нас идёт. У нас идёт наклейки. Вот такие вот наклейки. Тоже вот этот монстрик есть. Рами есть сама. Шиш. Благи дает, похоже, нет. Либо есть. Но на корейском, возможно. Не знаю. Вот. BL. Baby Monster. Также он тоже название. Мне очень нравится, как смайлики. Как будто нарисованы с рожками. Прикольная штучка. Так, дальше у нас идёт кер-код с альбомов. То есть это за место диска. Вот. Вот эту фигню я тоже особо не поняла. Мне бы очень хотелось, чтобы всё-таки был диск. Не учли в IG, что не всем, может быть, нравится. Вот такой вот кер-кодные альбомы. Можно так сказать. Ну, ладно. Возможно, это мои придирки. Давайте начнём, наверное, с вот этой. Это концептная. Да. Концептная. Вот такая красотка Рами. Я, конечно, не против такой карты. Но, опять же-таки, просто белый фон. Ну, ладно. Главное, что есть Рами. И на этом спасибо. Вторая вот эта вот замечательная карточка. Вот я из этих карт, наверное, и хотела этот альбом. И вторая вот эта вот. Это вот мой фаворит, можно так сказать. Вот такие две прекрасные карточки Рами. Мне её очень нравится, её маникюр. И тут у неё такое смешное лицо. Ну да, две одинаковые карточки, но разные позы для фото. И знаете, что я заметила? Что здесь есть вот такие вот штучки, а здесь их нет. Типа как? А, и внизу их тоже. Нет, внизу тоже есть одна. А, нет, вот тут одна есть. А вот тут нет. Ну, короче, ладно. Короче, вот такие вот красивые карточки. Конечно же, мой фаворит вот эта вот. Обожаю эту карточку. Просто, да, у меня сегодня рай. Не знаю, мне очень нравится называть их Арам, и Рами. Но больше, наверное, Рами, скорее всего. В общем-то, да, вот такие вот два альбома мы с вами распаковали. И давайте тогда будем распаковывать письма, которые у меня здесь есть. Так что давайте я на это всё быстренько уберу. Будем с вами всё быстренько смотреть. Все карточки, которые. Так, давайте начнём, наверное, по порядку. Начнём с этого. Так, значит, здесь у меня... А, уже всё повылетало. Ой, вот такая наклейка Джессона. Очень красивая. Так, и здесь ещё вот такие наклеечки с Энмином и Чунином. Я так понимаю, у меня здесь страйкит, скорее всего. Так, давайте тогда откроем, посмотрим. Ну, я думаю, что да, здесь страйкит, потому что я заказывала карты с Джессоном. Да, здесь они. Так, и здесь у меня три карты. Так, давайте, наверное... А, они здесь все в одном, да-да. Сейчас мы тогда вытащим. Так, и первое, которое вы увидели уже, это Нацифик Джессон. Давайте его посмотрим. У меня этой карты не было. Я очень давно хотела её купить. И тут увидела, что девушка продаёт несколько карт Джессона. По низкой цене я решила, почему бы мне не купить, например, карты, которые я давно хотела. Вот, купила Джессонтика. И он здесь очень нравится такой. Закрыла, так сказать, свой гештальт на некоторые карты Джессона, которые у меня даже не были в биш-листе. Но я их очень хотела. Так, тоже вторая карта из Нацифика. Вот это вот потрясающе. Мне очень нравятся сейчас концептные карты. Ну, когда они более-менее интересные. Здесь такой интересный материал. Она даже не глянцевая. Блин, очень мне нравится карта. И здесь всё такое переливающееся. На самом деле, эта карта, наверное, одна из фаворитов. Именно те, кто собирает Джессона. Вот сколько я её видела в продаже, её все разбирали. Вот настолько красивая карта. Поэтому, наверное, понятное дело, что её все разбирали. Я очень рада, что я наконец-таки на неё хоть как-то где-то успела. И третья карта тоже из Сизен Кринтинга. Я её докупила. Вот. Вот эта милушная карта. Я не могла её не докупить. Хотя изначально она не очень была мне нужна. Но где он вот с этим сыром, я не могу. Я всё-таки решила. Я переосмыслила, так сказать, это всё видение на эту карту. И я решила, что всё, я хочу закрыть. Всё-таки небольшой сетик. Там всего лишь из двух карт. Одна у меня есть. Вот теперь будет вторая. Как раз-таки будет лежать вместе с этой картой в биндере. Так. И здесь у меня остались девчоночки. Давайте распакуем эти карточки. Так. У меня ещё здесь всё подписано. Не сверх. Очень хорошо. Так. Вроде бы я знаю, что... Да, я знаю, что это за карта. Карта Чу. Да, я всё-таки решила, что я хочу её собирать. Хотя бы некоторые её карты. Очень мне нравятся карты из Мембершипа и Сизен Гритинга. А это у нас карта из альбома Чу. Хау, по-моему, альбом. Вот, я Чу за ней слежу, конечно, но, на самом деле, я следила за ней и до того, как начала вот собирать её, так сказать, карты. Я очень люблю её сольные работы, на самом деле. Вот такая вот. Это была, наверное, тоже одна из моих хотелок. Слава богу, что я её всё-таки смогла купить. Очень долго не могла. Ну, то есть, когда я начала её собирать карты, вот, некоторые карты, правда, были неуловимые. Особенно вот это, её часто разбирали. Я очень рада. Здесь у неё очень крутой образ, как я называю её Чулс. Вот такими наушничками. Вот она здесь такая прикольненькая. Этот образ также вроде был в клипе. Вот, я купила несколько её карт. Три из альбома и одна из Сизен Гритинга. Как-то я смогла вот её уловить, даже не знаю, как так получилось. Вот, но мы их тоже ждём. Так, здесь тоже карта Чу. И здесь у меня, ой, такой прикольный бужей коровки скотч. И, походу, он не открыл. А, нет, отклеивается. Я думала, он будет бякой и не отклеится. Так, значит, у нас вот такие наклейки в подарок. Тоже всякие котики милостные. Девочки Диснея. Так, тоже всякие котики. То есть, всё, что только у нас можно. Всякая милота, что существует здесь. И, значит, карточка. Вот такая вот красавица. Я обожаю эту карту. Я когда её только увидела. Вообще, большое спасибо огромное Насте вот этого канала. Если бы не она, я бы, наверное, не узнала бы о картоне Чу. Какой он красивый. Я просто до этого не видела её карты. Ну, то есть, особо не заглядывалась на них. А тут такая красота. Просто, посмотрите. Я это ваше самая любимая карточка. Посмотрите, сколько тут всего красивого. На фоне природы. Бантики. Её такие косички маленькие. Её образ просто безупречный. Обожаю. Да, это у меня из одной версии получается. Да. И есть ещё одна карта, которую мы тоже с вами распакуем. Ну, то есть, две. Только та будет альбомка. А вторая от Сизен Критинга. Очень хочу купить её карты из мембершипа. Ребята, вот. Я вам дам лишь лист моих карт Чу. Пожалуйста, если кто-то знает, где купить, либо продаёт карты Чу, свяжитесь со мной, потому что я хочу вот купить её карты. И вот это вот единственная девушка, которая... Не могу я её купить. Вот еле-еле выловила четыре карты. Поэтому да. Пожалуйста, предлагайте. Если кто-то продаёт карты. Так. И получается у нас вот такие вот сегодня карточки. Ну, и сейчас мы распакуем ещё одну карту, потому что мне нужно срочно сбегать на Озон. У меня пришла карта опять. Поэтому сейчас я её заберу и вернусь. Ладно, так. Забрала я карточку. Давайте её тоже распакуем. Значит, здесь у меня идут наклеечки вот такие вот разные. Я думаю, понятно, с какого магазина я это всё заказывала. Потому что, повторяю, 150 раз заказываю. Там-та-там. Короче, вы посмотрите, какой красивый задник. Просто. Я в этот задник влюбилась так же, как и в эту карту. Я думаю, что понятно, что это предзаказка от Make Star. Альбома сольного Юцци. Та-да! Ой, какая она милая. Я не могу. Это настолько милая фотокарта. Давайте её достанем. Какая же она здесь красотка. Такая милая. И показывает язычок. Я безумно влюблена в эту предзаказку. Можно так сказать, любовь с первого взгляда. Я не думала, что такая красивая от Make Star предзаказка будет вообще. Там их несколько вариаций. Но мне понравилось больше вот это. Такая красавица. Господи, я очень люблю Юцци на самом деле. Её соло. Я думаю, вы это всё прекрасно знаете. Вот это вот всё. Мы сегодня с вами распаковали. Я уже жду, не дождусь остальных писем. Их осталось совсем чуть-чуть. И потом покажу вам общий план. Какой красоты мне приходило. А если вы что-то здесь нашли для себя, буду рада помочь с выбором фотокарты. Потому что эти видео как раз-таки и созданы для того, чтобы как-то вам помогать в том, что какая карта вам нравится, какую бы вы хотели бы купить. Ну и давайте дальше тогда распаковывать. И здесь у меня получается письмо от моего подписчика. Так произошло очень. Такой забавный момент произошёл. Мне написали волос в Телеграме о том, что хотят помочь мне с коллекцией Бэль. И, наверное, мы вот с этого письма и начнём. Мне решили помочь с коллекцией Бэль, так как я её собираю. Спасибо огромное. И подписчик предложил купить у него карточку. И я согласилась. Давайте будем открывать и посмотрим, что же там за карточка. Там предзаказка. Так, ну вроде я прощупала. Там ничего такого не должно быть. Единственное, всё заклеено скотчем. Ну, мне объяснили то, что человек первый раз отправлял. Поэтому я не буду ничего плохого говорить. Всё, в принципе, хорошо пришло. И вот тут у нас карточка. И вот тут такой котёнок. Так, это предзаказка от Кит Таун Фу Ю. Я, на самом деле, даже её в продаже не видела в обсуждениях. Поэтому даже удивилась немножечко. Так, и вот такая вот карта Бэль. А может, я её и видела. Я уже не помню. Ну, в общем-то, вот такая вот карточка. Очень мне нравится эта Бэль. Вот такая вот. Давайте её откроем. Я очень рада, что моя коллекция Kiss of Life пополняется. И даже задник у неё хоть и такой минималистический. Но мне он нравится даже. Вот такая вот карточка. У меня даже не было в планах покупать её. Но почему бы и нет. Карточка мне понравилась. Большое спасибо, кстати, что вы предлагаете мне карты пополнять коллекцию. Помогаете мне как-то. Огромное, ребята, вам спасибо. Те, кто предлагает мне карты покупать. Либо даже дарит мне карты. Я просто в огромном шоке. Спасибо огромное. Так, и вот такая вот у нас первая Бэль. Давайте распакуем вторую. Там у меня, по идее, другая группа уже. Я сейчас подробно всё расскажу. И там у меня две карточки, да. Вот. В такой вот они упаковочке. Ой, что-то тут. А, ещё отличненько. Тут, получается, все подарочки были. Вау. Здесь у меня также пожелания. И, ой, наклеечка с котиками. Как обычно, мне постоянно кладут котиков. Без них уже никуда. И ещё вот такая вот замечательная гола карточка с Ванём. Я обожаю её. Этот образ. Ой, а задник такой красивый. Прикольно. А, это даже ещё не всё. Вы представляете? Ещё что-то есть. Ещё котик. И вот такой сенотик. Из Хэллоу Китти, по-моему. Или нет? Или я ошибаюсь? Ладно, ничего страшного. Если даже ошибаюсь. Так, тут уже две карты. Сейчас мы их вместе с вами рассмотрим. И я вам подробненько расскажу, что это за группа. Потому что, мне кажется, многие не знают эту группу. Так, и первая карта. Это Цуки из Билли. И вторая тоже у нас Цуки. Да. Это моя вязка из Билли. Да, это группа Билли. Если кто-то ещё не в курсе, что это за группа, то вот. Буду вам рассказывать сейчас. Так, вот такая вот. Вот, и вторую сейчас тоже быстренько откроем. Так, наверное, начнём с этой карты. Потому что впервые распаковали. Так, вот такая вот милая Цуки. На самом деле я за многими группами слежу, но их не коллекционирую. И Билли была вот именно той группы, которой я следила. Но не хотела собирать карты. Потом вышел альбом Сайд Би. Я решила, что хоть у неё сколько карт Цуки. Мне она очень здесь нравится. И вот такой бантик у неё. Такое, ну, тут милое очень. И вторая карта. Тоже у меня Цуки. У меня, конечно, не одна вязка Билли, Цуки. У меня ещё и другие девочки мне нравятся. Ну, вот эти карты, я не знаю, мне настолько сильно понравились, что я решила, что закуплюсь хотя бы несколькими. И вот такая вот, получается, малышка. Вот за этими группами я следила очень давно. Но чтобы лезть в картон, я не знаю, до чего мне надо было докатиться. Но, честно сказать, крышесносные девочки, которые тут представлены. Поэтому я решила, что всё-таки потихонечку как-то буду их собирать. Тем более, Билли, не сказать, что такие дорогие карты. Я их купила там на рублей за 200. Ну, мне очень нравятся карты Цуки. И также сейчас ищу ещё некоторые карты Цуки. Очень мне нравится она с розовыми волосами. Вот хотелось бы эту крошечку с розовыми волосами иметь у себя в коллекции. Надеюсь, что когда-нибудь я это сделаю. Ни в одном в шопе, ни в разборах я не могу её найти. Так что вот такие вот у меня сегодня блондинчики-девочки. И давайте распаковывать следующие письма. И последние письма, которые мы с вами откроем. Успели они до меня добраться из Двовского. Одно, конечно, быстро дошло, другое очень долго лежало. И давайте, наверное, с вот этого начнём. Я вроде бы как помню, что там. Так что давайте быстренько откроем. Вроде бы то. Я на это очень надеюсь, что там всё хорошо. Потому что это моя дримка, которую я очень долго хотела. Так. Здесь всякие подарочки. Карточки. Лис. Ванён. Ой, какая красивая карточка. Прикольная. И ещё одна Ванён. Вроде бы там другая группа. Но явно не Айф. Ладно. Сейчас откроем, посмотрим. У меня уже руки трясутся. Потому что я очень давно хотела эту карту. Так. И... Да. Вот она. Это Винтер. Из сезон-гридинга. Моя хотелка номер один. Которую я очень давно хотела. Давайте её откроем быстренько. Вот она. Вот она. И очень её хотела. Даже не спрашивайте, ребят, как мне удалось её достать. Я сама даже не знаю. В общем-то, я вот даже не верю, что она у меня в руках. Я, кстати, заплатила за неё не так дорого. Я бы даже так сказала. И очень рада, что смогла найти её по хорошей цене. Прям по которой я очень хотела. Очень рада, что она у меня появилась. Просто вы посмотрите, какая красавица. Я очень рада. Да, это моя дримка номер один. И давайте распакуем вторую карту. Это уже Assemble. О, вау. Вы посмотрите, как запаковано. Прикольно. Куча всего. О, и пакетик ещё красивый. О, такой красивый пакетик. Так, давайте посмотрим подарочки сначала. Какие тут у меня разные котики. Вот такие наклеечки. А, ещё что-то есть. Вот такие наклеечки. Красота. Так, и что у нас тут? Спасибо за покупку. И отзыв написать надо. Обязательно напишу. Так, за упаковку вообще шикардосно. Так, давайте её быстренько откроем. У меня руки трясутся, что-то. Извините, ребят. И да, вот эта карта. Блин, я её когда только увидела, я была в огромном восторге. И очень хотела её. Это Виви из релиза Season Gritting, вроде бы. Если я не ошибаюсь. Ну, сейчас по заднику увидим, я думаю. Тут, правда, не написано. Но вроде бы это Season Gritting, если я ничего не путаю. Вот. Кстати, ещё не до конца разобралась в картоне Luce Emble, поэтому можете мне, пожалуйста, люди, которые станет, подсказать, это карта из Луна или из Luce Emble. Я точно не знаю. Короче, мне, тё, понравилась эта карта. Вы посмотрите, какая красота, во-первых. Такая баночка с мармеладками, во-вторых. Вот такая заколочка. У меня есть точно такая же, только с клубничками. У меня ещё руки трясутся. В общем-то, да, вот такая вот красота. Мне очень нравится карта. В общем-то, я очень рада. Ну, и давайте посмотрим ещё раз на все карточки. Так, я их, может быть, вот так вот выложу. Какие они тут все красивые. Что-то они ещё у меня съезжают, так. Ну, я думаю, ничего. Так, я не знаю. Мне кажется, уже места не хватает. Так, ладно. Давайте туда вот здесь, что ли, ещё. Вот, вроде бы всем места хватило. Вот такая красота. Ещё и альбомчики. Вот, так что да. Поэтому давайте делать концовочку. Вот такая распаковочка у нас получилась. Здесь, конечно, много девочек. Да, но всё-таки сезончик тут тоже присутствует. Кружён девчонками, но ничего страшного. В общем-то, надеюсь, вам понравилась такая распаковка. И это ещё не всё, что ко мне идёт. У нас, получается, в июне с вами будет аж три, наверное, распаковки. Если не в начале июля. Но, скорее всего, да. Три распаковки прямо в начале лета. Вот такого вот картона я себе заказала. И очень рада, что наконец-таки мой виш-лист начал пополняться. И очень рада, что новые группы тоже появляются. Потому что есть какое-то желание, да, собирать. Всё-таки очень хочется красивых карт. Мне на самом деле. И каких-то эстетичных что-то такое вот именно хочется. Ну и также начала собирать Lucembol. Я этому очень рада. Заказала уже два альбомчика ещё раз. Мы их распакуем уже в следующей распаковке. Потому что они уже почти в России. Я надеюсь, что я вас вдохновила станеть в каких-то новые группы. Может быть, Билли. Может быть, Лусембл. Бэйби Монстр, понятное дело. Чу также очень великолепная девушка. Ну и, конечно же, скажу вам спасибо за то, что уделили мне время. Что смотрите мои видео. Большое спасибо, что вы комментируете мои видео. Ставите лайки. Я над этим очень-очень сильно стараюсь. Ну и большое спасибо, что посмотрели. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok